Здравствуйте, уважаемые коллеги! В последнее время в интернете особенно стал замечать очень много таких цитат, стихотворных цитат, причем с таким, знаете ли, опломбом, без обсуждения. Вот как сказал Маяковский, гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. Маяковский этого не писал, стиль, может быть, похож, но это Николай Тихонов, баллада о гвоздях как раз, там о моряках каких-то, которых адмирал посылает в море на какое-то задание, и у кого есть там мать или брат, пишите письма, мы не придем назад. И они ушли, и все погибли, и отстучали по телеграфу телефон, приказ исполнен, спасенных нет. И вот последняя строчка, гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей. И в интернете кто-то опять пишет, это Маяковский про Бельшевиков написал, нет, это Николай Тихонов написал, великолепное стихотворение, ну вот у него часто ссылаются. А недавно вообще уже тоже такая фраза, ее как сказал, уже крылатой песенка, да, зато мы делаем ракеты, перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. И опять же, кто-то из школоты, видимо, это вот Высоцкий написал, кто-то управляет, да не Высоцкий, это Галич написал. Ребята, это написал Юрий Висборр. Песенка, по-моему, технолог Кузнецова или какая-то такая называлась. Это его фраза, Юрия Висбора, тоже наш знаменитый бард, актер. Зато мы делаем ракеты, перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. Ну, это правильно, и не только впереди балета в области ракетостроения, но и в атомной промышленности, в авиации, в многих вещах мы вообще-то впереди планеты всей до сих пор еще. А Вы говорите, все плохо. Нет. Еще немного о застольном этикете, да, но раз он в застольной, там люди кушают, употребляют пищу, напитки. Вот, скажем, вам подали, когда можно начинать приступать к еде, собственно говоря, да? Ну, здесь тоже разные варианты. Ну, скажем, вот, если это, ну, в гостях, в семье в какой-то, может, друзья близкие, совсем близкие. Ну, здесь обычно всем гостям подают, сразу набрасываться на еду нельзя, но надо подождать, когда хозяйка подает пример. Кстати, если подали курицу, хозяйка может сказать, не стесняйтесь, давайте есть ее руками, как и я. В ресторане курицу лучше есть все киножем и вилкой. Вот. Небольшой банкет, да, ну, тоже там всех подали всем. Может, там, тамада, первый тост произносит, тогда тоже приступают к еде. А еще очень большой банкет, там, может, сто человек, то и больше, да? Ну, вот, ближайших людей вы им подали к еду к кушни, вы тоже можете уже приступать к еде, вот в такой узкой группе, что ли. Там более демократичные отношения, там не командуют, чтобы прям обязательно по порядку и по тостам. Вот, ну, во всяком случае, в разных вариантах. Как просто единственное, не камельфон, вам подали, вы сразу набрасываетесь на еду. Как надо, подождать, пока еще остальных обслужат, тогда к этому приступать. Вот это будет камельфон. Знаете, коллеги, недавно был такой вказус, факт, и я просто восхитился, как глубоко идеи маркетинга протекают, или проникают, вернее, в наш народ. Спускаюсь себя в подъезде на первый этаж и вижу объявление висит. Отключение воды. Ну, я беспокоился, сразу подошел поближе, когда, во сколько отключают. А там дальше написано. Доставка картофеля мешками. Мешок 35 килограмм, 500 рублей, 14 рублей за килограмм. И телефоны, по которым можно заказать. Вот повесь просто доставка картофеля, никто не обратит внимание. Отключение воды все прочитали. Вот уже маркетинг проник в глубокие сферы нашего народа. Знаете, еще раз о неисчерпаемом интернете. Ну, есть разные сайты на любителях, кто и что. Но есть вполне серьезные сайты, нам интересные статьи могут быть. Вот есть такая категория писателей комментов, то есть комментаторы. Бывают именно серьезные, интересные люди. Статья, она обсуждается, стоит прочитать. Но есть люди, которым недоступно, может быть, это содержание. Содержание, ну, зачем-то они висят на этом сайте, все, хотят тебе что-то сообщить. Вот мне стало забавно, я стал даже записывать. Там, получается, такая некая методичка, и даже предсказать нужно, что будет. До того, какой-нибудь флут там вставят, и дискуссия идет совсем в другую сторону. Я даже задорно так-то говорил. Я, говорит, на сайте вывесил статью, ну, чтобы ее прочитать, нужно 12-15 минут. Уже через 2 минуты, значит, статья типа «Чего за бред?» или «Автор дурак?». Ну, просто есть люди, которые, не читая, они сразу должны высказаться. Ну, может, больные люди, может, абсолютно неинтеллектуальные. Подарили им такую игрушку, интернет, где они могут тайно под ником любую гадость писать. Вот для собавы, просто я смотрю, примерно выстраивается в таком порядке, да. Вот, ну, некая статья, читали, не читали, первый комментарий. «Чего за бред?» Второй будет. «А вы внимательно статью-то читали, прежде чем комментировать?» Третий. «Чего курил автор?» «Подсыпьте мне такого же, да». Еще следующая категория вылезает. Это «Баян», это уже было в прошлом году. Вот, потом. «Хорошо автор себя пропиарил». «Сколько автору заплатили?» Дальше, вот это самое забавное. «Я уже лет пять назад писал о том, что вот это…» «Кто там тебя читал вот пять лет назад?» «Писатель». «Ну, он, да, это «Баяне», да». «Вот я из Ухрюпинска пишу, хорошая статья, вот я решил об этом сообщить, а то без меня никак». Вот, «Чего вы ерундой занимаетесь?» «Надо работать, заботиться о семье, заниматься бизнесом, все будет нормально». Я хотел бы уточнить коллеги, и дальше половина диссертации автора, которую он так не защитил. Дальше. «Учить им отчасть. Я сам служил на Камчатке, я знаю там, прочее, прочее, да». «Вангую будет такое-то, такое-то». «Запасаемся попкорном». И везде надо добавлять сто пятьсот. Вот практически все вот этим исчерпывается, весь бред, который комментаторы пишут о разных сайтах. Зачем они пишут, не знаю. Вообще-то надо уже изучать, это уже близко к психиатрии. Но тоже, может, хорошая вещь, в том смысле, что пар выпускается, да, вот люди вроде как, «Я поучаствовал, высказался, чуть не в политическом процессе, может, меньше глупостей в голову придет». С другой стороны, в солидных сайтах, солидные комментаторы, знаете, какой-то уникальный материал даже накапливается. Это может потом даже в какие-то политические решения перерасти, в какую-то науку, обсуждение. Но вот для какой-то огромной категории людей, вот, ляпнуть ерунду в интернете, для них это вот, как придутся в вечность. Ну, что ж, пока это так. Продолжаем разговор о казанских улицах. В центре Казани есть улица, которая называется улица Артема Айдинова. Артем Айдинов, он был студент КАИ, он родом из Тбилиси, армянин по национальности, учился на первом курсе. Ну, вот боевая комсомольская дружина КАИ, он состоял ее членом. Леонид Штейнберг, ну, Штейнберг сейчас возглавляет еврейскую диаспору, бизнесмен в набережных челнах. Ну, вот они, собственно, участвовали в задержании двух преступников. И вот Артема, значит, и встали параллельно ножом. Ну, Артема спасти не удалось. Леонид, слава богу, выжил. Вот, вот, комсомолец, студент КАИ, член боевой комсомольской дружины Артем Айдинов. Ну, о нем, кстати, мемориальная доска на улице, слава богу, висит. Кто желает, может хотя бы познакомиться, в честь кого названа героя нашего времени эта вот улица. До свидания.